Максим Кембель Максим Кембель и география полетов. Белавиа планирует запустить новый авиамаршрут. В какую страну? Новый асфальт в городе продолжает модернизировать главную дорожную артерию, улицу Минскую. На этот раз дорожники взялись за участок от Крылова до Орджинихидзе. Здесь работают специалисты ДСУ-16. Сейчас срезают старое покрытие, на днях приступят к укладке нового. Она, как и на интернациональной, будет идти ночью. Для соблюдения технологического процесса нужно, чтобы в темное время суток было не ниже 15 градусов тепла. Срок сдачи – конец июля. Также в планах на этот сезон – обновление проспекта строителей от Шины до Сикорского. На пешеходных переходах делаются островки безопасности на такой же манер, как сделали на участке, который у нас шел от улицы Октябрьской и до улицы Крылова. В связи с ремонтными работами на этом участке дороги действуют ограничения скорости 40 км в час. Просьба водителям учитывать данные факторы при составлении маршрута, а также не парковать транспортные средства у обочин. Пожарная тревога. В пятницу горела квартира на Крылова. Сообщение в МЧС поступило в начале 9 вечера. На номер 112 позвонили очевидцы. Хозяева в этот момент находились внутри. Заметив огонь, сразу выбежали на улицу. По прибытию спасателей из окон первого этажа шел дым. В подъезде образовалось плотное задымление. Жильцов эвакуировали. В результате пожара повреждено некоторое имущество в квартире. Закопчены стены и потолок пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Взграние было ликвидировано вовремя. Огонь не успел переброситься на соседние квартиры и верхние этажи. Минздрав в Беларуси обновил статистику ПКОИ-19. За минувшие сутки зафиксировано 658 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились более 435 тысяч человек. Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты. Теперь организации, которые проводят исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за пределы страны. Если же речь о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить список тех, кто планирует покинуть Беларусь. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и подтверждение вылета. Другая информация. Онлайн-билеты, новый авиамаршрут и жара спадает. Завтра в Беларуси прогнозируется переменная облачность без осадков. Какая будет температура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко дал сегодня интервью арабскому телеканалу новостей. Он транслируется в основном на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе разговора обсудили вопросы взаимоотношений с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияние на экономику страны. Также поговорили о нелегальной миграции через Беларусь в страны Евросоюза и о предстоящем участии в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На некоторой части территории Беларуси снят запрет на посещение лесов из-за понижения температуры и проливных дождей. В Могилевской и Минской областях ограничений нет, а вот, например, в Гомельской 18 районов под контролем, в Витебской 13, а в Гродненской всего 4. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минлесхоза. В Беларуси завтра с 9 до 10 часов утра в едином разделе услуги пассажирам на интернет-сайте БЖД и в мобильном приложении БЧМ и поезд будет недоступна покупка билетов на поезда региональных линий эконом-класса и городских с ненумерованными местами в связи с проведением плановых технических работ. В это время за квитком можно обратиться в привокзальные кассы или воспользоваться терминалами самообслуживания. Белавиа планирует запустить новый авиамаршрут с еще одним Эмиратом ОАЭ «РАС-Эль-Хайма». Это произойдет в сентябре-октябре текущего года. Сперва планируется лететь один или два раза в неделю. Напомню, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами уже полгода действует безвиз. С белорусским паспортом можно там находиться до 90 дней с даты въезда. Самоизоляция по прибытии на родину не нужна. Завтра в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельных районах страны дожди и грозы. Ветер северо-западный 3,9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до плюс 18. Днем будет 22-26 градусов тепла. Жаркое дерби. Бобруйская белушина принимала Могилевский Днепр в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Счет в матче открыли могилевчане на 17-й минуте. Восстановить равновесие шинники смогли только на 36-й. Забил Барковский. Первый тайм запомнился еще и удалением двух игроков. У Белшины красную карточку получил Чесноков. У гостей автор взятия ворот у Додов. После перерыва отличались только местные футболисты. Сначала Пустозеров реализовал 11-метровый удар. Затем свое имя в протокол записал Исаев. И точку в противостоянии поставил Вашкевич. 4-1. Побручане зарабатывают 3 очка и поднимаются на 4-ю строчку в турнирной таблице. Следующий соперник ФК Слоним. В пятницу 16-го июля на 83-м году ушел из жизни почетный гражданин Бобруйска Леонид Аронович Рубинштейн. Писатель, поэт, инженер, общественный деятель. Счастье жить, не гасимый мир, дорогами жизни, на одном дыхании они и спасли мир. Только малая часть его произведений он так много сделал для родного города. Леонид Рубинштейн, поэт, который в каждой строчке своего произведения признавался в любви к родине. У Леонида Ароновича сложилась интересная жизнь. Война глазами ребенка, институт, работа в Министерстве обороны, участие в выпуске первой шины Бобруйского комбината. Для того, чтобы что-то написать, нужно это пережить. Когда ты переживаешь, когда ты чувствуешь то, о чем ты пишешь, то тогда можно писать. Если ты этого не чувствуешь, то книга не получится. Не получится стихотворение. Донести до читателя эмоции, которые испытал лично, было главным его правилом. Он оставил нам 12 произведений, поэма Каменко была самой первой. На страницах вся горечь, страшных лет войны. Война – это горе, слезы и муки. Война – ожидания, надежды, разлуки. Жизнь людей забирает война. Не может забрать, любовь лишена. В ноябре 2020-го Леонид Рубинштейн получил звание почетного гражданина Бобруйска. Для него это было больше, чем награда. Эмоциями поделиться невозможно, потому что такая радость, такое счастье, что слезы переполняет сейчас меня. Сборник «Родина-мама-школа» стал последним творением писателя. Сердце Леонида Рубинштейна остановилось в пятницу, 16 июля. Но произведения легендарного Бобруйчанина навсегда останутся с нами. Он не умер. Он просто ушел. Но мы с тобой. Низы, мы рядом. Смотрю на тебя с небес, всегда влюбленным, нежным взглядом. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»